Технострой Олимп. Доступное жилье каждому. Просветительская акция прошла сегодня в преддверии Дня народного единства по всей стране. В ней приняли участие миллионы человек, в том числе и клинчане. Успеть за 45 минут. Причем этнодиктант пишут не под диктовку, а в тестовой форме. Участникам предложили ответить на 30 вопросов в области культуры, традиций, религии, истории, топонимики и диалектологии. 20 вопросов общий для всей России. 10 составлены с учетом региональной специфики. Никаких гаджетов или шпаргалок. Ответы можно найти лишь в закромах собственной памяти. Сказать, что этнодиктант рассчитан на школьный курс нельзя. Чтобы отвечать на вопросы правильно, нужно иметь широкий кругозор, быть начитанным или познательным. Применить логику можно, но вряд ли это будет эффективным. К кляну проверить свои этнографические знания можно было на базе управления образования. Для всех желающих от 15 и старше набралось почти полсотни клинчан. Большинство справились с заданием даже раньше времени. Какие-то вопросы, естественно, затрудняли в быстром ответе, но так подумать, ты дашь правильный ответ. Стыдно не знать историю своей родины. Очень были замудрены вопросы насчет летчика и какой танец у лезгинов. Надо было повспоминать, порыться в памяти, где там встречали какие-то строки. Очень много нового, интересного. Хочется что-то почитать, литературу еще какую-то дополнительную. Вы надумали для себя, какую следующую книжку прочтете? Наверное, о военных летчиках. По всей России сегодня работало более двух с половиной тысяч площадок. Привычные библиотеки и культурные центры сменились довольно неожиданными местами для теста. В Мурманской области этнодиктант писали на ледоколе «Владивосток». Один из экземпляров улетел в космос на МКС. Те, кто не смог написать этнодиктант сегодня, может попробовать сделать это онлайн на сайте МирЭтно до 5 ноября. Результаты будут известны ко дню Конституции. Отличившиеся получат памятные сертификаты. Валентина Мордовина, Максим Максимов, Наталья Красавина. Новости дня.